Перед началом выпуска рекомендую сайт Steamby.ru Более 10 лет на рынке, самые лучшие игры по самым привлекательным ценам Ссылочка в описании Эта книга представляет собой сборник интервью со знаменитыми финскими геймдизайнерами Основная тема книги не сама по себе геймдизайн, а размышления о процессе создания игры Поиска нарратива, создания концепции и тому подобное Индустрия видеоигр Финляндии стремительно развивается Ее обороты растут от года в год В Хейсинге работают больше 50 студий Успешно конкурировали с международными корпорациями Финские геймдизайнеры создали мрачные вселенные Макс Пейен и Алан Вейк Гоночную серию Trials и фремиум-стратегию Boom Beach Angry Birds стала самой скачиваемой игрой для мобильных устройств В истории и сделала своего создателя миллиардером В этой книге журналист Конста Клеметти Игровой продюсер Харо Грюнберг расшифровывает ДНК финского геймдизайна Вместе с разработчиками самых успешных игр и инновационных игровых механик Их советы и идеи пригодятся всем, кто хочет научиться создавать видеоигры для любых платформ 10 интервью с ведущими финскими геймдизайнерами Захватывающие путешествия по заколюванию геймдева Суть, если вы не хотите читать, о том, что такой геймдизайн, как род занятий Насколько сложно заниматься играми И выводы, которые есть в книге Сама идея игры ничего не стоит Если нельзя воплотить ее так, как хочется Или если тебе жаль отказываться от вариантов, оказавшихся нерапотоспособными Плохой дизайн может убить хорошую идею Я не думаю, что идея так уж нужна или важна Не знаю, по-прежнему ли это важное место Но миру будут правы эти идеи На мой взгляд, из последственной идеи можно получиться хорошая игра Игра должна быть качественной, интересной В ней должно быть множество забавных мелочей, продуманных в процессе Это ключевые ингредиенты Игра – это в первую очередь разработка, а не идея В Trials мы сделали возвращение в игру максимально безболезненным Чтобы игроку было проще, да как езда на велосипеде Разучиться невозможно Просто вскакиваешься до и едешь Кроме того, игра дает тебе прекрасное ощущение, что ты растешь над собой Ты постоянно учишься чему-то новому Когда по мере игры повышается уровень сложности Можно напрочь запороть игру, отказавшись от своего видения Конечно, можно прислушиваться к чужому мнению Но если художник придумал игру, то должен защищать свое видение И его задача – контролировать разработку игры Дэвид Боя как-то сказал, что не идет на компромиссы Иначе его альбомы не стали бы альбомами Боя Уйма игр в App Store, обычный шарпотреп Какое же тут видение? Это не просто бизнес, но если ты хочешь сделать продукт с уникальным характером И уникальной историей, у тебя все правило Есть специальный человек, который ведет проект Стоит довериться видению специалиста Как и во всем при разработке игры Есть большой соблазн впасть в ползучий лучшизм Впихивая все новые и новые фичи Дизайнеру очень важно все время соблюдать баланс между инь и янь Зачастую вместо того, чтобы показать игроку нечто важное, интересное и круче Будет не нарисовать, а обрисовать Как и в примере с комикс-ставками Можно заставить игрока включить свое собственное воображение Пусть оно само обогащает игру Это всегда здорово Дьявол кроется в деталях Геймдизайн – это не просто общий облик иглы Иногда фишка в звуковых эффектах или движениях персонажа Иногда в особенностях управления или скорости отвлека на команду А иногда в какой-то пустяковой детали Которая может вызвать у игрока восторг или разочарование Но хороший геймдизайнер должен понимать, по каким правилам существует вселенная игры И создать согласованный мир Он должен видеть целостную картинку В целом игра крайне интересная И простая в освоении Но имеет много полезной и сложной информации По сути, 120 страниц чистого потока сознания от людей Которые долгое время работают в индустрии и зарабатывают деньги Создавая отличный продукт Как минимум, книгу стоит прочитать Как минимум, максимум законспектировать Большое спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал